Всем привет! Меня зовут Николай Громов. Я сеньор веб-девелопер в компании Ubisoft. Также я преподаю JavaScript в компьютерной школе Гилей. Сегодня я хочу поговорить с вами об алгоритмах в JS, об алгоритмах вообще и об их месте в JavaScript. Алгоритмы являются неотъемлемой частью computer science. И так исторически сложилось, что программист, который программирует на CC++, на ассемблере, он знает об алгоритмах больше, либо даже просто знает об алгоритмах в сравнении с разработчиком на JavaScript. Почему так произошло? Когда JavaScript разрабатывался, то перед разработчиками стояла задача создать максимально простой скриптовый высокоуровневый язык, который будет для людей без вот этой всей базы понятен и прост для использования. И это получилось очень хорошо. JavaScript действительно прост, и простые задачи делаются просто. Но со временем мы сейчас находимся на конференции по JavaScript, на JavaScript начали писать достаточно большие, высоконагруженные проекты. Есть фреймворки, и на фреймворках пишут сложные проекты. И поэтому сложился вот такой вот мемчик, обидный даже для меня немного. JavaScript медленный. В лучшем случае у разработчиков до сих пор возникает вопрос. И вот по Google, если ввести JavaScript, то следующее слово, одно из слов — это медленный. Медленный ли JavaScript, я сразу этот миф откину, потому что JavaScript — немедленный язык. За всю свою эволюцию и оптимизацию с новыми версиями, с оптимизацией движков V8, с Fiber Monkey. Его оптимизировали очень хорошо. Я хотел привести здесь инфографики сравнения с другими языками, но сравнивать разные языки по производительности для одной задачи не совсем корректно. Могу сказать, что JavaScript работает на процентов 10 медленнее C++ для задачи вычисления чисел Fibonacci. Поэтому иногда можно найти в Google даже вот такой запрос. Почему JavaScript работает быстрее, чем C++? И это радует, да? Если JavaScript немедленный, мы это сразу отбросили, то почему приложения тормозят? Почему мы все-таки сталкиваемся с тем, что приложения тормозят и находим утечки? Это цитата из книги «Выразительный JavaScript». Мы знаем книги по программированию по животным. Это цитата из книги с такой птичкой, не перепутайте с этой. «В счастливом крыю элегантного кода и красивых радуг живет гадское чудовище по имени неэффективность». Отвечая на вопрос, используем ли мы с вами алгоритмы каждый день, да, абсолютно все и каждый день, но используем их неэффективно. Любая программа написана по какому-то алгоритму. Любая неэффективность – это неправильно подобранный алгоритм. В процентов 90 случаев любая неэффективность – это неправильно подобранный алгоритм. Любые тормоза – это неправильно подобранный алгоритм. Еще 10%, хотя это, наверное, много, но с погрешкой я ставлю на нехватку вычислительных способностей компьютера. Если алгоритмы важны для производительности, как понять, эффективен ли алгоритм? Нужно понимать, как оценить сложность алгоритма, временную сложность алгоритма. И я думаю, что многие из вас сталкивались вот с таким обозначением. Это какая-то функция, да, она читается O-Aten, B-Connotation, либо О-Нотация на русском. Мне тоже стало интересно, что же это за обозначение. Я сразу поднял литературу, хорошую литературу. Я открыл алгоритмы Папа Димитрию и нашел там вот такое предложение. Это прям скрин с книги, я специально не переписывал, а заскринил книгу. Сейчас мы объясним смысл этих обозначений. Ну, я сразу расслабился, потер руки и буквально следующим предложением было вот это. Это тоже скрин с книги. После этого начинает казаться, что для того, чтобы понимать, как работает алгоритм, и тем более вычислить его временную сложность, нужно знать высшую математику. Я не знаю высшую математику. Здесь все на самом деле просто. Надо просто в этом вариться каждый день, чтобы понимать. И сейчас я понимаю, что это, но не нужна высшая математика, не нужно было ходить на пары в университет. Ну, может, нужно было, но я их прогуливал для того, чтобы понимать временную сложность алгоритма. На самом деле результат всех этих вычислений как раз описывается в биконотейшн. То есть биконотейшн – это результат вычислений. Это какая-то константа после вот этих вычислений, которая показывает, как будет расти количество операций в зависимости от входных данных. И вот эта линейная временная сложность алгоритма OOTN, которая говорит, что сколько входных данных зайдет, столько же потребуется операция. Как пример, это любой цикл. Если вы переверяете 100 элементов, вам понадобится 100 итераций. Линейная сложность. Как оценивать сложность алгоритма самому? Как прийти к этому OOTN? Я хочу рассмотреть изначально на простых операциях умножение в столбик. Мы все со школы умеем умножать в столбик, и это на самом деле алгоритм. Что нам нужно? У нас есть два числа. Число 10 в двоичном представлении 1.0.1.0. Число 11 в двоичном представлении 1.0.1.1. Мы их перемножаем. По N мы указываем количество битов в данных числах, то есть 4. Для того, чтобы выполнить эту операцию, нам нужно итерируемо повторять в строках операции умножения первое число 1.0.1.0 на первый бит второго числа. То есть мы умножаем последовательно 0 на 1, 1 на 1, 0 на 1, 1 на 1. Это 4 операции. Количество операций в данной итерации совпадает с количеством битов числа. И так будет всегда, потому что если у нас будет в числе 8 битов, то будет 8 таких операций. В первой строке мы получаем OOTN операции. Далее происходит левый сдвиг. Мы сдвигаем на 1 бит и повторяем перемножение. Получаем еще OOTN операции. Также мы повторяем еще 2 раза. И после всех этих вычислений мы получили 4 сложности OOTN. Нам нужно просуммировать все промежуточные результаты в каждой строке. Для этого нам понадобится N-1 операции. Почему? Потому что числа 4, да, и надо 3 операции плюс. Любое число, просуммированное на себя такое же количество раз, в нашем случае 4, просуммированное 4 раза, приведет к этому числу в квадрате. То есть мы получаем OOTN в квадрате. Если будет число из 25 битов, то мы получим 25, которое 25 раз добавляется. Квадратичная сложность. Вот ее график. Прямая немножко смещается к оси Y, что говорит о том, что по времени этот алгоритм более плохой от линейной сложности, в отличие от линейной сложности. Окей, умножение в столбик, кто-то может удивиться, но это не единственный алгоритм перемножения. Их очень много. Я хочу сравнить умножение в столбик с одним из своих любимых алгоритмов умножения. Это умножение рекурсии. Ну как же не всунуть рекурсию еще в умножение двух чисел, в произведение двух чисел. Вот это схематическое обозначение, да, примерно как это происходит. У нас рекурсивно вызывается функция, если число четно, то мы умножаем на 2, да, вот это выражение. Если число нечетно, то мы добавляем X и умножаем на 2. Понять, сколько здесь операций, сложно. Поэтому, когда вам нужно оценить время сложности алгоритма какой-либо программы, сразу стоит писать псевдокод. Это второй пункт. Переводим это в псевдокод, видим, что у нас есть функция multiply с двумя множителями, ну и с произведением на выходе, да. Сам вызов функции заносим Z, а дальше у нас проверка. Это если четно, то возвращаем 2Z, то есть 2 умножить на вызов, рекурсивный вызов функции. Если нечетно, то возвращаем X плюс 2Z. То есть это псевдокод, полностью повторяющий вот эту схемку. Давайте посмотрим, сколько здесь операций. В каждом рекурсивном вызове у нас есть деление на 2, это левый сдвиг, уменьшение на 1 бит. У нас есть проверка на четность, это вторая операция. У нас есть операция умножения и, возможно, у нас есть операция суммы. В итоге мы получаем 5 операций, 4 операции, да. В итоге мы получаем 4 операции и N минус 1 рекурсивных вызовов. Почему? Потому что если в числе 4 бита, то каждое деление на 2 будет убирать по 1 биту, левый сдвиг. В итоге мы получим 3 деления на 2, 3 вызова рекурсивной функции. Таким образом, произведение при помощи рекурсии, рекурсивного алгоритма мультиплай, приводит нас к тому и той же временной сложности, вот N в квадрате. Значит, эти алгоритмы не отличаются. Кто-то может, кто был внимательный, либо знает математику и может меня загрузить, мог заметить, что в операцию суммы, возможно, мы не попадем. Будут некоторые рекурсивные вызовы функции, в которые мы попадем в ветвь условия иначе, то есть число нечетно, и у нас будет сумма. В других же ситуациях суммы не будет. То есть в некоторых рекурсивных вызовах сложность будет не O от N, а O от N минус 1, минус 1 операция. Но я пишу O от N. Почему я так пренебрегаю? Есть погрешности при оценке временной сложности алгоритма. Если мы сравниваем два алгоритма с временной сложностью 2N плюс 30 и с временной сложностью квадратичной, N в квадрате, то плюс 30 можно откинуть, слагаемое плюс 30 можно откинуть, поскольку оно не играет существенной разности в сравнении этих алгоритмов. Этот график это показывает, но не совсем понятно. Я это понимаю, поэтому я подготовил вот такую демку. Она показывает, как растет количество операций в зависимости от входных данных по всем этим трем алгоритмам. И мы видим, что количество операций квадратичной сложности просто улетает вверх. И в сравнении с алгоритмами 2N и 2N плюс 30, слагаемое плюс 30 не играет особого эффекта на их сравнение. Смотря на эту демку, может показаться, что квадратичная сложность всегда плохо, потому что она улетела просто моментально. И можно упростить, откинуть слагаемое плюс 30. Но перед тем, как упростить константу алгоритма, стоит все же проверить, как будет вести себя разная сложность при разном количестве данных. Даже при квадратичной сложности, когда вы получаете большой отрыв, в входных данных до 7, вы будете получать результаты лучше, чем при сложности 2N плюс 30. От 7 и выше вы уже никогда не вернетесь в эффективность 2N плюс 30. Поэтому это стоит проверять. Если же все-таки вы можете упростить константу алгоритма, есть правила замен. Вот 4 правила замены, которыми вы можете пользоваться для того, чтобы откидывать слагаемые, которые не играют смысла в сравнении двух алгоритмов. Постоянные множители. 14N в квадрате можно отбросить в сравнении с N в квадрате, потому что при наличии степени слагаемая 14 не имеет эффекта. Основание степени. Если у нас есть N в степени A и N в степени B, то мы можем пренебрегать N при разных степенях. То есть если у нас есть 2 в 4 степени и 1 в 38 степени, то неважно, что там 1. Экспоненты растут быстрее полинома. Тут понятно, что разница основания степени и самой степени соощутима очень сильно. И полином растет быстрее логарифма. Логарифма числа всегда меньше самого числа. Еще один пример числа Фибоначчи. Куда же без них? Это числовой ряд, в котором каждое последующее число — это сумма двух предыдущих. Вот опять же схемка примерно, как выглядит подсчет чисел Фибоначчи. Переведем в псевдокод. Здесь достаточно все просто. Если 0 вернуть 0, 1 вернуть 1, иначе вернуть 2 рекрессивных пересумированных вызова со значением n-1 и n-2. Сколько здесь операций? Здесь в каждом рекурсивном вызове 2 операции условия, здесь 2 операции вызова функций и 1 операция суммы. То есть 5 операций в одном рекурсивном вызове. Но есть проблема. В каждом последующем рекурсивном вызове будет сохраняться предыдущее дерево. А значит мы будем получать 5, 10, 20, 40, 80 операций в каждом новом рекурсивном вызове. Это приведет нас к экспоненциальному алгоритму от 2 в степени n. Для того, чтобы вычислить числа Фибоначчи при помощи экспоненциальной сложности временной, мы видим, что смещается еще ближе к оси y, нам понадобится, для того, чтобы вычислить числа Фибоначчи, числовой ряд Фибоначчи до 200, нам понадобится 2 в 138 степени операций. Столько будет рекурсивных вызовов, и вскоре мы получим степень 138. В прошлом году компания IBM представила свой новый, самый совершенный суперкомпьютер IBM Summit. Это самый быстрый компьютер в мире на данный момент. Его вычислительная способность 20 beta-flops, или 2 умножить на 10 в 17 степени операций в секунду. Это очень много, и с нашими компьютерами не сравнится. Для того, чтобы вычислить числовой ряд Фибоначчи при помощи экспоненциального алгоритма на суперкомпьютере IBM Summit, понадобится вот столько секунд. Вас много? Кто-то предположит, сколько это времени? Кто говорит много? Абсолютно верно. Это вот столько. Что делает экспоненциальный алгоритм абсолютно неприменимым на практике. Поскольку даже по закону Мура мы не достигнем таких вычислительных способностей. Все ли так плохо? Неужели мы не можем вычислить числа Фибоначчи? Все дело в алгоритме. Если мы посмотрим на дерево рекрессивных вызовов, то мы увидим, что многие вызовы повторяются. Повторяются эти, повторяются эти, повторяются эти, повторяются эти. Любые дублирующиеся вызовы одного и того же кода — это громадная брешь производительности любой программы. Поэтому если у вас для одних вычислений вызывается один и тот же код, это проблема. Мы можем сохранить результаты вызовов этих функций в массиве, переиспользовать их. Посмотрим на вот этот псевдокод. Это функция Fib2. Если 0 вернуть 0, тут понятно. Дальше мы создаем массив от 0 до n. В первый элемент пишем 0, во второй элемент пишем 1. Это первые два числа. Здесь просто. А дальше мы в цикле перебираем и вычисляем каждое последующее число, не производя вызов рекрессивной функции, а используя уже те данные, которые хранятся у нас в цикле. Таким образом, здесь всего одна операция. Ну, здесь не всего одна операция, здесь всего одно место, которое итерирует операции. Здесь цикл. А цикл — это линейное время. С помощью алгоритма с линейной сложностью мы можем вычислить числа Fibonacci до 200 и даже до 200 тысяч, используя наши ноутбуки. Все дело в правильно подобранном алгоритме. Окей. Какие есть временные сложности алгоритмов, самые распространенные, которыми обозначаются различные алгоритмы сортировки, алгоритмы поиска структур данных. Константная временная сложность. Здесь все просто. O от единицы. Сколько бы не было входных данных, у вас будет одна операция. Как пример, функция, которая возвращает четность либо нечетность числа. Логарифмическое время. Логарифмическое время… Ну, понятно, да, логарифм n будет всегда меньше, чем n, даже меньше, чем половина n. Поэтому по этой временной сложности работают все алгоритмы, у которых на каждой итерации смещается половина. То есть если у нас есть большая строка, и на одним действием мы откидываем половину, потом еще половину, то это логарифмическая сложность. Линейная сложность, уже видели ее пару раз, да, сколько входных данных, столько и операций. Тут просто. Любой цикл – это линейная сложность. Линия арифметическая сложность – это O от n умножить на логарифм n, да. Это очень распространенная сложность, она постоянно пугает разработчиков, которые начинают рассматривать разные алгоритмы, допустим, сортировки, быстрая сортировка, quicksort, пирамидальная сортировка, сортировка слиянием. Они все работают по вот этой временной сложности. И когда нужно вычислить, понять, как работает логарифм, и вообще, когда человек видит логарифм, все, это 50% закрытия материала. Но это не так сложно. Квадратичная сложность, видели ее. Экспоненциальная сложность – это, собственно, то, как мы только что убили нашу вкладку в хроме, да, вычисляя числа Фибоначчи. Но есть еще хуже, есть еще факториальная. Факториальная вообще неприемлемая, это, знаете, золотое сечение, да, видели этот рост. Вот так будет расти количество операций в зависимости от входных данных. Это не протянет ни один компьютер. Окей. Я отошел от своих графиков и взял график с сайта BigochitShit. Это даже не сайт, это лендинг. Я вам его советую, потому что на этом лендинге собрано, наверное, 80% информации, хотя он там на два экрана. Вот на этом графике сравниваются все вот эти временные сложности, и замечательно видно, в какой зоне вы должны оставаться. Вот зеленая зона – это excellent, либо good, да, и это замечательно. Программа работает хорошо. Попадая в оранжевую зону, это нехорошо, но и не ужасно. А в красную зону не стоит попадать, программа на рано или поздно начнет тормозить. Возможно, она у вас не тормозит, потому что входных данных мало, но когда начнет расти нагрузка, то все, это будет зависшая вкладка. Циклы. Циклы – это очень просто. Я не знаю, почему об этом вот так не пишут в книгах, но логично, что любой цикл – это O от N. Это линейное время, да? Вложенный цикл – это квадратичное время, O от N в квадрате. Два вложенных цикла – это O от N в кубе. N вложенных циклов – это O от N в степени M плюс 1. Каждый последующий вложенный цикл, for, допустим, который вы используете, приводит к усложнению временной сложности вашего алгоритма плюс 1 в степени. Об этом стоит помнить. Чаще всего мы не пишем вложенные циклы, потому что заботимся о читабельности кода и понимании кода. Но также вы должны понимать, что каждый вложенный цикл делает вашу программу медленней. Все было бы хорошо, да, запомнить. Ну, во-первых, вот эта вся штука, она мне всегда напоминает одну из моих любимых картинок – JavaScript Ninja. У нас на Odessa.js с JavaScript Ninja, вот он. Тут, правда, и фэлсы, но сути не меняется, да. Просто не делаем вложенные вызовы, и все окей. Но так ли просто – это просто. Маленький кусочек кода. Он максимально прост, я его на коленке написал. У нас есть один for. Линейное ли это время? Может показаться, что да. Но тут внутри есть подразительный парень – splice. Это у нас удобство, да, это метод JavaScript. Идем, смотрим, что у нас в splice. Иду, смотрю в консоль. Почти получилось задрот, но нет, от нас все скрывают. Меня это не остановило. Я пошел в исходники, я пошел в исходники движка V8 на Chromium, нашел array splice, он находится по этому пути. Не важно, что делает весь этот код, я на четвертой строке перестал читать, там есть for. А если там есть for, то использование splice внутри for приводит нас к квадратичному времени. То есть мы замедляем нашу программу. Не только splice имеет такое свойство. Вот эти все ребята, они тоже усложняют ваши программы. Иногда, когда вы думаете, почему она начала тормозить, вот возможно из-за них. Они удобны, но они все замедляют. Там еще есть дальше список, да, и, кстати, в прототипе тут array prototype, в прототипе object, object prototype, методы object case, object values, они тоже занимаются перебором. А это тоже усложняет. Окей, а вот такой кусочек кода, да, здесь у нас в for вызывается какой-то метод change элемент. И в него прокидывается, собственно, элемент итерации. Какая здесь временная сложность? Я не знаю, вы не знаете, потому что мы не знаем, что происходит в методе, либо функции, ну, в функции методе change элемент. Она может быть описана здесь, она может быть описана в другом файле, в ней может быть for, а в этом for может быть split. Какой-то человек когда-то отрефакторил этот кусочек кода и вынес отсюда 15 струк кода. И он действительно сделал лучше. Но потом, когда этот код начинает нарастаться, мы получаем тормоза. Именно так рефакторятся все движки, так рефакторятся фреймворки. Окей. Еще одна задачка тривиальная. У меня есть примеры кода. Это то, чем занимался я, чтобы вам показать что-то как-то не на графиках. Пересечение массивов. У нас есть два массива А и Б, и нам нужен третий массив получить как результат, который состоит только из элементов массива А или массива В. Не или, а и массива А и массива В. Первое, что приходит в голову, это взять и перебрать их вложенными циклами. Берем первый элемент, сверяем его с каждым элементом второго массива. Берем второй элемент, сверяем его с каждым элементом второго массива. Это вот такой код примерно. Ну тут вот, во-первых, есть ссылочка на где это реально работает. Я сейчас буду это показывать. А это примерный код, чтобы вы понимали, к чему мы пришли. Вложенный цикл появился, значит квадратичное время, квадратичная сложность. Можно оставить, в принципе. Но мы же здесь обсуждаем алгоритмы их применения. Давайте как-то это улучшим. Можно прийти к 2n, если массивы будут отсортированы. И вообще сортировка массивов, если вы их используете дальше в программах, это хорошая практика. В многих методах JavaScript в исходном коде V8 при вхождении массива сразу проверяется, отсортирован ли он. Если не отсортирован, он сортируется. Только потом с ним что-то происходит. Окей. Используя отсортированные массивы, мы можем проверять элементы последовательно один за другим, отбрасывая ненужные элементы у нас сразу. Ну потому что если мы дошли до 21, то нет смысла проверять уже дальше 6. И можно это делать все в одном цикле. Но есть одна проблема. Наши массивы, они не отсортированы. И для того, чтобы их отсортировать, все равно понадобятся вычислительные способности. Есть много методов сортировки. Я уже говорил quicksort сортировку. Я говорил сортировку с слиянием. И вот сортировку с слиянием я выбрал здесь. Она приводит к тому, что наш один цикл O от N, он преобразуется к линии арифметической сложности. Что лучше? И в итоге 2N превращается вот в такую временную сложность. Квадратичная функция превращается в такую временную сложность. Что лучше? Вот эти графики, они демонстрируют, как мы выиграли в производительности. По ним может опять быть не очень понятно, как мы выиграли по производительности. Но я подготовил демку, которая сравнивает скорость роста операции при входных данных двух этих алгоритмов. И несмотря на то, что мы делаем всю ту же операцию, мы просто пересечение массива собираем. Как вы видите, вторым алгоритмом все работает намного лучше. Окей. Код. Кода много, поэтому я не ставил его в слайды. Он есть на JSFiddle, есть ссылочки на него. Значит, тут много кода, не пугайтесь. А, его еще не видно. Замечательно. Окей. Как-то увеличить его можно? Ну, как-то вот так, наверное, да. Там главная циферка. Хорошо, что я там не выводил табличку. Вот эту штуку можно как закрыть? Кто-то, JSFiddle, кто-то пользуется? Окей. Здесь вся суть функции. Вот одна функция. То все методы вывода, методы теста, да, которые, собственно, проверяют производительность. Тут есть for, внутри в него while. Я использовал не for, я использовал while, да. Два массива по 10 тысяч элементов. Два массива по 10 тысяч элементов. Я понимаю, что здесь большая погрешность, но для сравнения этих двух временных сложностей нам будет достаточно. Я запускаю метод пересечения массива в 10 раз и потом беру среднее время. И вот среднее время при использовании квадратичного времени составляет 782 миллисекунды, то есть почти секунду. И здесь вот это вот один метод, да, значит, в чем минус оптимизации, ускорения программ? Вот это второй алгоритм, который я вам показывал. Перебор. Второй алгоритм, который я вам показывал. Сейчас я чуть-чуть подвину. Здесь хода становится намного больше. Ну, я могу вот так показать. И действительно, ведь теперь нам понадобится merge sort, то есть сортировка слиянием, которая имеет линия в арифметическое время. У нас появилась вспомогательная функция merge. В ней я еще, кстати, я не показывал это при пересечении, да, массивов. В ней еще можно, если массивы отсортированы, вынести вперед уникальные элементы и сразу закинуть их в третий массив. Это тоже выигрывает производительность. Как вы видите, та же самая операция. Здесь так же самое. Два массива сгенерены по 10 тысяч элементов. Та же самая операция выполняется за 3-4 миллисекунды. Даже с учетом всех погрешностей такое время намного лучше. Окей. Теперь я убью всю свою презентацию, да, все свои выступления. Покажу следующий слайд. Сейчас я только в play перейду. Покажу следующий слайд. Это с той же книги, это тоже выразительный JavaScript. И я с этим согласен, это абсолютная правда. Не беспокойтесь насчет быстродействия, пока вы точно не уверены, что программа тормозит. Если так, найдите те части, которые работают дольше всех и меняйте там элегантность на эффективность. Мы просто упоримся, если будем каждый день измерять временную сложность алгоритмов того, что мы пишем, если мы оживляем страничку и добавляем туда модалочку, согласитесь. Но если вы видите, что ваша программа начинает тормозить, используйте Chrome DevTools, вкладочку перформанс, и найдите тот метод, который выдает самый большой результат. Посмотрите, что там происходит. Возможно, там появился еще один for, и время стало от n в кубе. Это можно исправлять. Если вам скучно исправлять свой код, я это три дня писал, а теперь еще три дня рефакторить, кому это надо? То весь open source пишется людьми, V8 пишется людьми, все фреймворки пишутся людьми. Поэтому вы можете очень удивиться, если вы увидите в Angular или в React, это чисто гипотетически, не убейте меня потом, где-то кубическую сложность, которую кто-то пропустил. Ну, потому что рефакторил, вполне реально, это open source. Окей. От себя могу сказать, что алгоритмы – это прикладная наука, она без сомнения очень важна в программировании. И знание алгоритмов при написании программ – это как автоматическая коробка передач в вашем автомобиле. Она очень удобна. JavaScript очень оптимизирован. Люди разрабатывают V8, оптимизируют там методы очень сильно. Кому интересно, зайдите, посмотрите, как оптимизировался метод sort V8 за последние 10 лет. Они там перешли из кучи алгоритмов, оптимизируя его. Хотя изначально до 2008 года это была просто пирамидальная сортировка и все. И всем было нормально. Но потом что-то где-то начало тормозить, и они начали это разбивать. Каждый день вы пишете код, и оптимизация JavaScript очень удобна. Но рано или поздно вы попадете, либо вам захочется на шоссе, и погонять на автоматике вы не сможете. Вам придется писать что-нибудь свое. И такие проблемы уже возникают, когда люди пишут на Node.js. JS стал серверным, и теперь он стал более нагруженным. И практика, когда пишут свои сорты, свои фарычи, не используя фарыч V8, которые в производительности лучше. Это все. Спасибо. Задавайте вопросы. Я буду мотивировать. Здесь есть моя команда. За лучшие вопросы будут призы. О, сразу есть вопросы. В вашем примере вы пришли на NlogN, но именно в этой задаче пересечения вы могли все-таки сделать N, если бы вы использовали две хешмапы, и потом мерчили их по каунтеру. И оно намного более элегантно выглядит. Да, абсолютно согласен. Мы бы не потеряли элегантность. Тогда мне бы пришлось еще затронуть тему структур данных, потому что хешмапы... А у меня что, не работает уже? Мне бы пришлось еще затронуть вопрос структур данных. И это бы усложнило просто пример сам по себе. Но да, то, как мы храним данные, естественно, так же самое влияет на производительность. Ну, чем отличаются алгоритмы и структуры данных? Алгоритмы – это то, как мы обрабатываем какие-либо операции. Структуры данных – это то, как мы храним эти данные. В зависимости от того, как мы их храним, мы можем получать более быстрый доступ, либо более быстрое интексирование. Абсолютно с вами согласен, верно? Да, вот еще люди. Привет, дякую тебе за доповедь. Мое питание... Мое питание такое будет. Какие самые прикольные лайф-кисты, выкористовывая в алгоритмике, что ты сивитки, вот, я выкористав алгоритмику, и вот оно тут реально классно працюет. Это, без сомнения, вложенные циклы. Они встречаются самое чаще всего. А какой самый крутой? Ну, то есть, как я ее использовал, какой самый крутой? Ну, там было при работе с домом. Вообще, при работе с методами дом мы получаем большую брешь в производительности. Вы, наверное, знаете, вы заметили, программа работает очень быстро, пока вы не начнете перебирать дом-элементы. Дом-коллекции перебирается очень сложно, поскольку каждый дом-элемент, вы знаете, это объект в представлении джаваскрипта, и это получается массив, псевдо-массив объектов, которые перебираются очень сложно. Поэтому был момент, когда я преобразовывал дом-элементы в другую структуру данных и выиграл в производительности. Это, наверное, самое крутое, потому что самое непонятное для меня было. Что касается алгоритмов, все самое чаще, что приходится находить, это обложенные циклы и вот такие. Еще вопрос. Да. Спасибо за доклад. Я бы хотела спросить и вот еще дополнить первый ответ. Да, кроме того, что можно было бы использовать не алгоритм слияния или любой другой сортировки, а просто какую-то дополнительную память. Вот назвали хэшмэп, это могло быть array с булевыми значениями. И вот назревает вопрос, когда вы отдаете предпочтение, чтобы использовать дополнительную память, потому что она тоже занимает… Да, это очень распространенный вопрос, что использовать. Использовать другой алгоритм для вычислений, либо использовать другую структуру данных, где выиграть в производительности. Все решается обычными бетчмарками. Ну, если вам действительно важна производительность, то вы, если у вас есть идея, вот хэшмап замечательная, вы создаете хэшмап, смотрите производительность. И можете проверить производительность вот так, да, если мы по-прежнему оставляем массивы. Здесь есть момент, конечно, который я тоже не осветил в презентации. Есть лучший, средний и худший вариант развития событий, да, о котором тоже стоит помнить. То есть, если мы используем QuickSort, то в зависимости от того, какой выпадет пайват элемент, будет разное время. Мы можем попасть в худшее время. Это очень важно в понимании подбирания алгоритма. Как пример, чтобы вы понимали, о чем я говорю, вот я упомянул, да, что в V8 до 2008 года в методе Sort использовался обычный HipSort, пирамидальная сортировка. Этого хватало, потом этого стало не хватать, они HipSort перевели на QuickSort, метод разделяя власт. Причем интересно еще то, что в SpiderMonkey, в движке, на котором Mozilla работают другие браузеры, там используется пирамидальная сортировка. Пирамидальная, не, подождите, нет, сортировка слияния в RAW, тоже можно найти в исходниках. Они ухудшили время, поменяв пирамидальный алгоритм на быстрой сортировке. Они ухудшили время, но они начали его оптимизировать. Что они начали делать? Во-первых, они разделили сортировку в зависимости от количества, от размера массива. То есть, если у нас заходит массив на 10 тысяч элементов, то сработает одна ветвь уже самого метода Sort. Если у нас заходит массив, дальше сейчас будет смешно, массив маленький, то используется другая ветвь, и они используют другой алгоритм. Сейчас, секунду. Какой массив маленький? Как решить, какой массив маленький? Это верный ответ, но они пришли к нему за 7 лет. 7 лет можно наблюдать забавные коммиты, где разработчики V8 приходили к тому, что маленький массив — это 22 элемента. Я вообще не понимаю, откуда они взяли эту цифру. Потом это было, по-моему, 17, потом 12, потом 11. Теперь они пришли на согласие, что маленький массив — это 10 элементов. А по поводу выбора пайват элемента, что я сказал? Изначально там есть функция, которая выбирала его еще давно. Случайно. Просто мы с рендом, который выбирает индекс элемента, который будет пайват, и он будет работать уже в быстрой сортировке. Потом они решили, нет, нехорошо. Давайте брать первый, средний, последний и медиану с него. И это будет пайват элемента. Если массив на 10 тысяч элементов, все равно они хороши, тем более если он отсортированный. Они начали делить большой массив на массивы по 200 элементов. У каждого массива брать первый, средний, последний, создавать из них новый массив. У этого массива брать первый, средний и последний. И эта медиана будет пайват элементом. Как оно работает быстрее? Честно, я не разбирался, но оно работает быстрее. То есть они там, естественно, уже не используют вот эти обозначения, которые я вам показал, вот эти константы. Там что-то более элегантное, какой-то алгоритм более элегантный. Но к этому приходит. Да, что вы еще хотели? Когда вы столкнулись, там идет и так цикл, и внутри еще сплайс. То есть вы в своих проектах переписываете сплайс более оптимизировано от количества вхожденных данных. Есть ли смысл в этом? Потому что когда знаете, что проект будет разрастаться просто в огромный, и эти методы будут перевязаться, а на эти вход все-таки не идеален. Есть ли смысл дописывать свои вот такие? Да, говорю честно, откровенно, в основном проекте, вот в котором я работаю в Айбисофте, мы методы встроенные в V8 не переписываем, в этом просто нет необходимости. Ну серьезно. Если я перепишу сплайс, я дам это на ревью, то просто скажут, ты упоролся, зачем ты это сделал. Другой проект, который я писал параллельно, и это как раз Node.js, там где данные приходят с базы, их много. Там мы переписывали, да, мы писали свои методы, которые... Ну вы можете найти на хабре, если вы загуглите, фор работает быстрее форыч в 10 раз. Вот, есть такой тезис, можно его нагуглить. Ну это очень от браузера зависит. Да, я поэтому и говорю, что это очень сомнительное утверждение, что он работает быстрее, тем более для разных... На самом деле, если мы посмотрим тот же форыч V8, то это там не вот такой кусочек кода, там куча различных вариантов, и они попадают в разные ветки в зависимости от входящих данных. А если вы его переписали на вот такой, и именно в этой операции он у вас работает в 10 раз быстрее, то это не значит, что он начнет работать в 15, если вы начнете делать что-то другое. Чисто теоретически, это я предполагаю, я не знаю. Поэтому, если стоит... Если хотите оптимизировать метод V8 в своем проекте, то стоит сначала понять, что написано в самом V8, и что вам там не подходит, и как вы можете это оптимизировать, если вы, конечно, к такому придете. Ну, все, наверное. Да? Это все? Три вопроса, три подарка. Спасибо. 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 Спасибо.